Итак, вот тема нашей лекции «Лагранжев формализм». Нам тут придется обсуждать некоторые и математические моменты, в частности, поговорить о дифференцируемых многообразиях, которые здесь возникают. Но я не думаю, что это вызовет какие-то трудности. Начнем мы вот с чего. Начнем мы с понятия связи, и какие они бывают, и ограничимся мы в нашем курсе только так называемыми галлономными связями. То есть это связями, которые носят такой явно выраженный геометрический характер. Ну и чуть позже станет понятно, почему это. У вас какой сейчас слайд демонстрируется? Связи и классификации. Значит, все-таки я сумел побороть мой кейноут, и вот он правильно работает. Что такое связь? Это ограничение, которое накладывается на компоненты нашей механической системы. Причем эти ограничения могут накладываться как на их положение, то есть на координаты, фактически, так и на скорости. И вот, исходя из этих соображений, у нас и будет некая классификация. Давайте для начала мы будем рассматривать просто систему, состоящую из материальных точек. Значит, каждая точка характеризуется своим радиус-вектором. Обобщение на случай вот уже твердых тел, оно там несложно произойдет. И так у нас есть вот некоторый вектор размерности 3n, фактически, так, составленный из трехмерных векторов положений материальных точек. Вот. Ну и самые простые геометрические связи, это связи, которые устанавливают какую-то зависимость между координатами этих точек. Связей может быть несколько, здесь их k. Вот. И вообще-то говоря, связи могут зависеть от времени. Да? Ну, самый простой пример, это взять вот математический маятник. Пусть он плоский, то есть материальная точка соединена с точкой подвеса нерастяжимой невесомой нитью. Вот. И в данном случае совершает, будем считать, плоское движение. Значит, для нашего случая будут меняться только две координаты. Вот. Но уравнение связи приводит к тому, что эти две декартовые координаты уже не могут произвольно меняться. Если поменяется x, то будет автоматически меняться и z, там, ну, вертикальная, да, координата. И наоборот. Это пример связи, если нить как бы не меняет свои длины с течением времени. Это пример, когда связь явно от времени зависит. Но если нить будет, допустим, укорачиваться или удлиняться по какому-то априорно известному закону, вот это будет пример геометрической связи, зависящей от времени. Второй вид связи, который мы будем рассматривать, это дифференциальные связи. Здесь я их записал в векторной форме. Значит, вот они обозначены здесь функцией g, j, t. Эта функция зависит уже не только от времени и координат, но и от скоростей моих точек. Ну и в механике вот на данный момент теория дифференциальных связей ограничивается только линейными дифференциальными связями. Линейными по скоростям имеется в виду. То есть скорости входят в уравнение связи линейным образом. Ну да, здесь пропущено равенство нулю, но оно подразумевается. А и b – это какие-то векторные функции, которые уже от скоростей не зависят. Ну вот понятно, что любая вот такая геометрическая связь может быть записана в дифференциальной форме. Для этого достаточно ее продифференцировать, вспомнить, что координаты сами по себе являются функциями времени. Ну и тогда вот общий вид связей в теоретической механике – это вот дифференциальные связи, линейные по скоростям. Вот наоборот, это не всегда так. И вот это вот здесь такой вот важный момент. Сейчас мы об этом поговорим. Итак, некая классификация связей по разным, так сказать, критериям. Ну вот первый из них – это удерживающие или неудерживающие связи. Если опять-таки вернуться к примеру с математическим маятником, материальная точка на невесомой, нерастяжимой нити, то это, в общем, пример односторонней связи. То есть мы отодвинуть точку больше, чем на длину нити мы от точки подвеса не можем, а вот приблизить на меньшее расстояние можем. То есть такая связь будет, очевидно, задаваться нестрогим неравенством. Вот если, например, бусинка одета на проволоку и вынуждена двигаться по этой проволоке, то, понятно, это уже пример удерживающей связи. Ну, в общем, мы опять-таки, в случае с односторонними связями будем чаще всего заменять двусторонними связями. Так проще их рассматривать. Но вот если это принципиальный момент, односторонняя связь, тогда нам надо еще дополнительно выяснять, в каких случаях эта связь будет нарушаться. Например, у меня есть неподвижный шар. На его вершину я положил материальную точку, дал какую-то небольшую начальную скорость, и она начала двигаться по поверхности шара. Шар тут выступает в роли вот этого ограничителя на движение. Но в какой-то момент точка, набрав скорость, идет дальше по инерции и отрывается от шара. То есть она уже не обязана двигаться по кружности, она движется вообще-то в реакция. По параболе и в какой-то момент вот она будет отрываться. Значит, до момента отрыва у нас будет удерживающая связь, а после момента отрыва у нас эта связь отключится. Очень важный класс связей, с которыми мы, собственно говоря, и будем иметь дело все время, это голономные связи. Греческое слово «холос» — это полный, всесторонний, а «номос» — это закон. Ну, то есть, честно говоря, я не знаю, кто ввел этот термин, надо посмотреть, но в данном случае это связи геометрические, либо же это дифференциальные связи, которые можно заменить эквивалентными геометрическими связями. Сейчас мы об этом поговорим немножко. Негалономные — это всегда дифференциальные связи, но которые не интегрируемые. Для описания движений негалономных систем нужны свои уравнения, и, в общем, этот раздел механики в наш курс не входит. Наконец, связи могут зависеть от времени явно, тогда они называются нестационарные, или, вот как здесь написано, орианомные, либо не зависеть от времени, и тогда они будут называться склерономными или стационарными. От структуры связей будет зависеть и то, как выглядит выражение для кинетической энергии системы в обобщенных координатах. Можно вопрос? Да. А как может быть связь неинтегрируемой? Мы же можем... А вот мы сейчас это увидим. Мы увидим, как она может быть неинтегрируемой, потому что... Какой-нибудь есть в степени минус x квадрат. Нет, нет, понимаете, что такое интегрируемость? У нас же связь — это некий диффурт, да? Правильно? Ну вот, где она тут у нас записана? Вот она, дифференциальная связь, мы ее приравняли к нулю, и теперь это диффурт относительно координат. Правильно? Значит, ну вот мы пытаемся эту связь заменить предыдущим выражением, вот таким выражением. Для этого нам надо найти интегрирующий множитель, если он есть. Надо учесть, здесь же не одномерное какое-то уравнение. У нас же тут стоят векторы. Это векторная запись, куда входит искомая вектор-функция достаточно большой размерности. Так что это не скалярное уравнение. И тут с интегрирующим множителем могут быть разные проблемы. Вот давайте сейчас мы и посмотрим на это. Вот условия голодномности связи. Собственно говоря, я специально такой слайд подготовил, чтобы обсудить. Хотя мы и не будем иметь дело с неголодномной динамикой, но надо понимать, что далеко не каждая дифференциальная связь может быть заменена эквивалентной геометрической связью. Итак, вот у меня есть набор связей. Неважно, как они там записаны, я все их могу свести вот к такой дифференциальной форме. Здесь опять равенство нулю потеряно. Значит, достаточное условие для того, чтобы связь была интегрируемой, может быть проверена довольно легко. Для этого надо составить вспомогательную матрицу. Вот для каждой такой вот связи. И если она симметричная, то этого условия достаточно, чтобы такая связь была интегрирована. Доказательства мы не будем на этом останавливаться, потому что иначе времени у нас на основной материал не хватит. Но доказательства можно найти в небольшой брошюрке, которая у вас рекомендована, с авторством профессора Амелькина Николая Ивановича, Лагранжева и Гамильтонову механика. Первой главе. Но есть и критерий. Он был доказан Фромбениусом. По-моему, это был конец 19 века. Поскольку вы мне как-то говорили, что вам в курсе матанализа рассказывают, что такое дифференциальные формы, то вот я решил его сформулировать именно в терминах дифференциальных форм. Значит, вот я каждое уравнение связи запишу в виде один формы. Вот она, эта форма дифференциальная. Здесь А и Б — это априорно известные нам функции, зависящие от времени и от координат точек. И теорема Фромбениуса утверждает следующее, что вот такие связи, а их может быть не одна, а целый набор, интегрируемые... Тут опечаточка. Тогда и только тогда, когда вот такая вот дифференциальная форма равна нулю для всех этих связей. Это достаточно общая такая штука. У вас есть в задавальнике как раз задача, где вам надо выяснить, является ли связь интегрируемой или нет. Если интегрируемой, то какой геометрической связи она эквивалентна. Ну вот как бы из такой вот формы записи теорему Фромбениуса в трехмерном случае можно переписать в более эффективной форме, на мой взгляд. То есть если у меня есть дифференциальная связь для случая с тремя степенями свободы, которая вот записывается в виде такой однородной один формы, то проверка здесь более-менее тривиальна. Надо найти скалярное произведение векторного поля А на его ротор. И вот если оно равно нулю тождественно в любых, в каждой точке, то связь интегрируемая. Сразу хочу отметить, что теорема Фромбениуса в некотором смысле неконструктивна. То есть она для случая, когда связь интегрируемая не говорит, как выглядит эквивалентная геометрическая связь. Это надо еще как бы этот интегрирующий множитель найти. Но одно дело знать, что он есть, и тогда уже как-то имеет смысл его искать. Другое дело, когда мы, допустим, не владеем информацией, есть там интегрирующий множитель или нет, ну и тогда, собственно говоря, если мы не можем найти его, то это одно из двух. Либо просто нам не хватает способностей, либо его там просто нет. Ну вот некоторые примеры. Ну вот материальная точка на поверхности, скользит на поверхности. Мы уже такие примеры обсуждали. Понятно, что это геометрическая связь. Если поверхность с течением времени никак не меняется, то, очевидно, она будет стационарной. Ну и, собственно говоря, уравнение поверхности и будет математической записью вот уравнение, удерживающей такой связи. Вот пример дифференциальной связи, которая, тем не менее, интегрируемая. Вот диск катится по кривой, ну ее уравнение известно, по прямой, допустим, он катится. Значит, в каждый момент времени положение диска, пусть прямая плоская, тогда задается чем? Оно задается координатами центра и углом поворота относительно этого центра. Вот если диск движется по прямой, и мы выбрали систему координат так, что эта прямая совпадает с одной из координатных осей, то сразу у нас здесь как бы две связи. Итак, значит, одна явно геометрическая координата, одна из координат центра диска фиксирована, а вот другая связь за счет условия отсутствия проскальзывания, она дифференциальная. Это связь на скорости. То есть скорость точки на ободе диска, это вот не что иное, как формула Эллера распределения скоростей в твердом теле, должна быть равна нулю. Отсюда следует, что скорость полюса центра диска связана с угловой скоростью вращения диска вот этим соотношением, которое часто в физике называется формула Эллера. Понятно, что такую связь, поскольку R радиус диска есть константа, так легко проинтегрировать. это связь эквивалентна вот такой вот геометрической связи. Здесь C большое, некоторое произвольное, постоянное, которое выбирается, исходя из начальных условий. То есть какой был начальный угол поворота у диска в тот момент, когда центр диска имел начальное положение. А вот примеры негаланомных связей. Самый знаменитый, известный пример это конек Чеплыгина. Значит, вот есть диск, плоский диск, и у него по центру сделан конек. Но это вот полукруглой лезвие, полукруглой формы. То есть это лезвие касается поверхности в одной точке. Диск, будем считать, все время остается параллельно этой поверхности. И скорость центра диска, она всегда считается параллельной лезвию в этом случае. Значит, если мы будем характеризовать движение диска тремя координатами x, y и φ, то есть это положение центра диска x, y, φ, это угол поворота лезвия относительно выбранной оси, то нетрудно понять, что вот условие, вот оно, это условие, центр диска параллельно лезвию, оно запишется в такой вот форме. Фактически это условие коллинеарности двух векторов, вектора скорости центра, не вектора задающего. Неинтегрируемость, что означает математическая неинтегрируемость или скорее физически, то есть то, что мы не сможем найти каких-то функций. В данном контексте неинтегрируемость связи означает следующее, что мы не можем для дифференциальной связи найти такую форму, недифференциальную, то есть геометрическую форму, куда бы входили только координаты и время, но не скорости, полный дифференциал которой даст нам исходную дифференциальную связь. А, то есть такое не существует даже? Да, такое не существует. Вот так мы понимаем вот здесь термин неинтегрируемость связи. Неинтегрируемость диффура это вот немножко другое, но оно с этим тесно связано на самом деле. Ну вот этот пример. Еще один пример это шар, ну допустим бильярдный шар, он без проскальзывания движется по неподвижной плоскости. Вот оказывается эта связь, в отличие от диска, между прочим, вот мы увидели диск это пример интегрируемой связи, а для шара это пример неинтегрируемой связи. Почему? А потому что шар как бы может участвовать в двух вращениях одновременно. Он может вращаться вокруг вертикальной оси, которая в каждый момент времени проходит через точку касания шара и плоскости, так? И тогда вот эта угловая скорость вращения, она никак не связана с координатами, задающими положение шара в любой момент времени. И отсюда можно сделать такой вывод. Есть очень простой способ, достаточно такой наглядный, который позволяет проверить, является ли связь геометрическая. Он заключается в том, что если вы, задав какое-то положение системы, можете перейти в любое другое соседнее положение, не нарушив уравнение связи, то такая связь не может быть геометрической. Никак. Она явно не голономная. Это понятно, потому что любая геометрическая связь это всегда ограничение на положение. Просто так перейти в любую другую соседнюю точку, не нарушая уравнения связи, мы в голономном случае не можем. Итак, смотрите, какая наша сейчас ближайшая задача. Прошу прощения. Значит, заключается в том, что теперь мы бы хотели получить уравнение движения механической системы в случае, если она отягощена дополнительными ограничениями связи. Причем мы заранее ограничим себя именно геометрическими голономными связями. Ну, то есть либо это дифференциально интегрируемые, либо это чисто геометрические связи. Именно для них мы вот сейчас будем получать уравнение движения в форме Лагранжа второго рода. Но для этого нам надо обсудить некоторые моменты. Ну, во-первых, это как ввести эти координаты. Значит, вот у меня есть некий набор связей, их к штук, и мы считаем, что они задаются какими-то гладкими функциями, все эти связи удерживающие. и в моем триэнмерном пространстве, так, значит, на моем триэнмерном пространстве координат задано k вот таких гладких функций. Если эти связи независимы, то тогда ранг вот этой матрицы Якоби, он равен k, и по теореме неявной функции это означает, что вот то множество координат, которые одновременно удовлетворяют всем k уравнениям связи, представляет собой, как говорят математики, некое гладкое многообразие, а размерность этого многообразия очевидно равна 3n, ну, то есть общее число координат минус k. То есть каждая связь, если она не зависит от предыдущих, уменьшает размерность моего многообразия на единицу. Вот такое пространство, вот такое многообразие будем называть конфигурационным многообразием, иногда в литературе его называют пространство положений, и вы видите, сейчас я вот как бы оперирую двумя понятиями многообразия и пространство как бы не объясняя, почему я вот в общем-то два разных термина использую для одного объекта. Сейчас это станет ясно, потому что каждое дифференцируемое многообразие, оно в общем-то локально устроено как некоторое эвклидово пространство. Мы этим тоже будем пользоваться. Значит, мы можем среди вот этих три n-переменных, либо среди них, либо как-то их комбинируя, ввести n маленькое независимых координат. Они действительно будут независимы, то есть мы можем менять их совершенно произвольно, поскольку связи уже сидят вот здесь. То есть вот то, как мы ввели эти обобщенные координаты, они уже учли наши геометрические связи. И тем самым декартовые координаты, которые однозначно задают положение точек механической системы, они будут функциями, вообще-то говоря, времени, если связи эти реаномны, так, и обобщенных координат. И вот теперь наша задача понять, во-первых, что собой представляет вот это конфигурационное многообразие для случая, когда у меня k гладких независимых голлономных связей, и как в терминах обобщенных координат мы уже можем записать уравнение движений. Значит, вот вектор обобщенных координат, которым будем дальше и стараться всегда обозначать буквой q, полужирный шрифт, напомню, обозначает векторную величину, а обычный шрифт с индексом скалярную величину. Полная производная будет называться вектором обобщенных скоростей, и маленькая, вот как здесь введено, это число степеней свободы систем. Я рекомендую, что при решении задач на Лагранжев формализм, даже в том случае, когда ограничения более-менее очевидны, тем не менее, для начала в качестве тренировки выписывать все эти ограничения с тем, чтобы проверить себя, а правильно ли мы определяем число степеней свободы. Есть и другие способы проверки того, правильно ли мы ввели обобщенные координаты, сейчас мы о них поговорим, когда дойдем до уравнения Лагранжев. Но вначале небольшое нелирическое математическое отступление. Я не знаю, вам в курсе анализа это рассказывали, что такое дифференцируемое многообразие, или еще не было? Если вы повторите, мы будем признательны. Понятно, что повторение мать учения, хотя, как говорят некоторые товарищи, не единственная его родственница. Конечно, я повторю, тем более, что мне из этого надо извлечь кое-какую информацию, полезную для понимания той темы, что мы сейчас рассматриваем. Начнем с некой такой абстракции. Сейчас речь пойдет о картах, но не об игральных и географических, а так называемых наборов отображений, которые умеют что делать? Они берут открытые области в каком-то инмерном пространстве вещественном и отображают на наше многообразие. эту область. Так что образ этой области является частью этого многообразия. То есть, другими словами, мы умеем устанавливать некое соответствие между открытой областью привычного для нас инмерного вещественного пространства и куском многообразия. Вот у нас есть набор таких отображений. Конечно, желательно, чтобы мы таким образом покрывали все это многообразие. Понятно, что, возможно, ситуация, когда одна и та же точка на многообразии появляется на нескольких картах, то есть, она является образом разных областей. Ну, тогда вот должна работать условие согласования. Вот пример, картинка из книжки Владимира Игоревича Арнольда. Значит, вот даны два вещественных пространства, в них выделены две области У и У штрих, мы их отображаем на многообразие М с помощью, соответственно, отображений Фи и Фи штрих, и вот так получилось, что у этих образов отображений есть общие точки, и вот эти точки, как бы, их прообразы присутствуют и на первой карте, и на второй карте. Вот условие согласования говорит о том, что ну, не может быть такого, чтобы между вот этими прообразами не было бы однозначного соответствия. Значит, если мы покрываем все многообразие нашими картами, то мы имеем так называемый атлас. И главный вывод из всей этой конструкции таков. Локально многообразие устроено как некое нмерное пространство, поскольку мы можем вот за счет карты фи кусок многообразия заменить областью в рн и там работать в этой области привычными нами методами. Хотя в целом многообразие может быть устроено топологически гораздо сложнее, чем наша привычная нмерная вещественное пространство. Ну вот пример, давайте возьмем несколько примеров, чтобы понять, какое возникает многообразие конфигурационное при наличии тех или иных связей. Вот, например, точка находится на плоскости. Вот уравнение плоскости, это вектор нормали, это скаляр, задающий смещение плоскости от начала координат. Вот понятно, что мы на плоскости можем ввести свою локальную систему координат. Этих координат достаточно две координаты, ну и сам пример такого многообразия конфигурационного это так называемое линейное многообразие, так в алгебре это называют, поскольку наша плоскость не проходит через начало координат, пространством оно не является, там нет нуля, вот, но тем не менее там можно ввести локальные координаты, которые превратят это линейное многообразие в плоскость. Второй пример, вот уже приводившийся сегодня, это плоский математический маятник, да, положение, если мы вот ограничимся именно удерживающей связью, положение точки, положение маятника однозначно задается углом отклонения какой-нибудь оси, например, от вертикали, да, ну, а угол можно выбирать в качестве координаты точки единичной окружности, значит, наше конфигурационное многообразие является единичной окружностью, которая естественным образом вкладывается в двумерную плоскость, это пример того, как вот наше конфигурационное пространство, как многообразие, которое само по себе не обладает структурой вещественного пространства, оно, тем не менее, может быть вложено в вещественное пространство, но обычно большей размерности. Ну, вот примеры трех маятников, так, вот как раз пример плоского математического маятника, это пример сферического маятника, то есть маятник уже не обязан плоское движение соблюдать, да, он движется по поверхности сферы и расстояние от центра сферы до материальной точки, оно фиксировано. Что в этом случае будет конфигурационное многообразие? Сфера? Сфера, двумерная сфера, да, значит, локально она будет устроена как область в R2, двумерную сфера, мы можем вложить трехмерное пространство, вот опять это вот такой очень важный момент, он заключается в том, что мы всегда наше многообразие можем вложить в эвклидово пространство большей размерности. Ну, а для двойного плоского маятника что будет конфигурационным многообразие? Есть какие-то идеи? Здесь очевидно тоже будет какая-то двумерная. Да, это, конечно, это Бублик, это Тор, тут два угла, они меняются независимо, и мы фактически получаем Декартово произведение двух единичных окружностей. Ну, вот твердый стержень на плоскости, как он задается? Положение центра стержня, для этого надо две координаты плоскости и угол отклонения стержня от выбранной оси, это точка на единичной сфере. Вот пример такого цилиндрического многообразия, которое вкладывается в R4. Итак, основной вывод для нас такой. каждое многообразие можно вложить в эвклидово пространство большей размерности. Это важный момент, поскольку он позволяет в некотором смысле перенести метрику вот этого эвклидово пространства на некую конструкцию. Вот сейчас мы об этом поговорим. Вот картиночка, которая это демонстрирует. Значит, вот наше многообразие, оно одномерно, локально оно устроено как кусок вещественной прямой, и эта вещественная прямая вложена в плоскость. Теперь поговорим о чуть более сложной конструкции, необходимой для того, чтобы понять, как нам на многообразии динамику-то задать. Это касательное расслоение. Как оно конструируется? Значит, вот у меня есть многообразие положений моей механической системы. Оно, как мы видели раньше на примерах, вложено в какое-то эвклидово пространство. И в каждой точке нашего многообразия мы можем построить касательное векторное пространство размерности n. Ну, как оно строится? любая точка нашего многообразия, так? Это ведь точка, удовлетворяющая системе уравнений f и t равно нулю, где i пробегает номера от 1 до k, где k это число моих независимых связей. Так? Значит, мне надо взять градиенты этих функций и тогда вот гиперплоскость ортогональная этим градиентом будет давать мне вот это вот касательное в каждой точке свое касательное пространство. Ну, вот опять-таки картинка взятая у Арнольда. Значит, вот есть некое многообразие, так? мы m на нем выбираем точку и строим касательную плоскость. А вот теперь мы возьмем и объединим наше многообразие со всеми этими касательными векторными пространствами в общее целое. То есть мы будем пробегать все точки q, будем иметь набор этих векторных пространств. У нас возникнет такая локальная система координат q будет описывать положение точки на многообразии акси будет задавать касательный вектор. Вот, очевидно, тут вот два n этих координат. Ну, и такая штука называется касательным расслоением, векторным расслоением. Вот, и мы будем называть это фазовым. пространством. Почему? Пространством, да потому, что вот этот второй абзац, и вот ключевая фраза, вот такое касательное расслоение, оно на самом деле имеет структуру дифференцируемого многообразия размерности 2n, то есть локально оно устроено как вещественное векторное пространство размерности 2n, поэтому мы и можем называть его вполне термином фазовое пространство. Ну, и вот важный такой момент, значит, поскольку мы исходное конфигурационное многообразие можем вложить в эвклидово пространство, вот, которое обладает метрикой, то есть способом измерения расстояния между точками этого пространства, то эта метрика индуцирует и метрику в касательном векторном пространстве, оно там возникает, если мы вводим некую положительно определенную квадратичную форму, ну, матрица которой симметрично, да, не вырождена, но уже от, так сказать, координат этого векторного пространства, и мы тем самым получаем так называемое в геометрии Римманово многообразие, ну, вот, для нас это важный момент, сейчас мы увидим, почему именно вот мы хотим, чтобы вот эта метрика в каждом слое нашего касательного расслоения вот имела положительно определенную квадратичную форму. Ну, и, наконец, значит, вот все эти конструкции приводят вот к чему, что локально, да, локально мы можем наше конфигурационное пространство задавать с помощью вот такой вот параметризации, то есть каждая точка, каждый набор координат точек нашей системы будет задаваться неким н-мерным вектором обобщенных координат. Иногда удается ввести глобальную параметризацию, то есть, которая годится для всего многообразия, но это не обязательно, что это всегда так получится, вот, поэтому здесь речь идет о локальной. ну и вот мы вводим понятие виртуального перемещения системы, то есть, что это такое? Это попытка описать класс движений, таких, которые сохраняют в первом приближении уравнение связи, при этом важным здесь является вот фраза, смотрите, в определении, которая сохраняет связь в первом приближении при фиксированном моменте времени, то есть, мы как бы время замораживаем, то есть, вот здесь в общем случае у меня переход от обобщенных координат к декартовым координатам, он задается функциями, зависящими от времени, но вот для виртуальных перемещений мы время рассматриваем как фиксированный параметр, то есть, грубо говоря, мы можем оказаться в любой соседней точке многообразия, ну вот через нулевой интервал времени, вот выделяется такой класс перемещения, то есть, другими словами, мы зафиксировали момент времени, в этот момент наше конфигурационное пространство однозначно описывается вот набором таких параметрических уравнений, и вот мы рассматриваем всевозможные движения, которые сохраняют эти уравнения связи. Среди виртуальных перемещений выделяется одно единственное, это действительное перемещение, которое соответствует реальному движению системы. Вот сейчас мы придем к тому, как получить это действительное перемещение. Иногда вводят понятие возможного перемещения, то есть, это перемещение, которое учитывает, что связь может меняться с течением времени. Понятно следующее, что если связи у нас, все связи склерономны, не зависят от времени, то вот здесь зависимости от т нет, и тогда все возможные перемещения, они автоматически являются виртуальными перемещениями. Ну вот теперь центральная часть сегодняшней лекции, это, собственно говоря, уравнение Лагранжа. Здесь правильнее было бы написать уравнение Лагранжа второго рода, он к ним пришел чуть позже, чем к уравнениям первого рода для составления которых как раз и был изобретен метод неопределенных множителей Лагранжа. Поговорим о двух ключевых принципах, которые лежат в основе получения уравнения Лагранжа. Первый принцип это принцип освобождаемости от связи. Идея принципа заключается в том, что любую геометрическую связь можно всегда рассматривать как наличие некоторой внешней силы такой, которая удерживает точку вблизи поверхности, которая описывается этой связью. У нас ведь геометрическая связь это почему такое название? Потому что она в нашем триомерном пространстве выделяет какую-то там поверхность. значит фактически речь идет вот о чем. Мы каждую связь можем заменить некой силой, которую называем силой реакции связи. Принцип освобождаемости от связи утверждает, что в случае голлономных связей всегда существует такая сила реакции, действие которой эквивалентно действию самой связи. Среди всевозможных связей мы выделяем особый класс связей, называемых идеальными. Значит смотрите, что мы тут проделали, какую штуку. Мы у нас есть значит система. Эта система взаимодействует с внешним миром, ну и компоненты системы между собой. Результат взаимодействия это активные силы. Но у нас есть связи. И эти связи мы хотим тоже описывать силовой функцией. Для этого мы каждую связь заменяем своей силой реакции. Но при этом фактически мы хотели бы, чтобы те инварианты, которые присутствуют в системе, в частности законы сохранения, они продолжали бы работать в том случае, когда мы внесли сюда новые силы. Самый простой способ, на мой взгляд, обеспечить выполнение законов сохранения, в частности сохранения энергии, это потребовать, чтобы на виртуальных перемещениях, то есть на тех перемещениях, которые сохраняют наши связи, работа введенных сил реакции была равна нулю. То есть другими словами, сила реакции всегда оказывается ортогональной той гиперповерхности, которая возникает в результате описания через уравнение связи. Вот сейчас окажется, что для идеальных связей получить уравнение движения ну вот не очень сложно. Если связи не идеальны, то оказывается нужна какая-то дополнительная информация. Вот можете привести пример не идеальной связи как бы исходя из своего физического опыта. Есть? Желаю. Наверное, что? Еще раз что-то не расслышал. Является ли пружинка связью? Ну в каком смысле это связь пружинка это способ взаимодействия тела с другим объектом. В пружине возникают силы упругости и вот эти силы описывают взаимодействие. А вот например точка скользит по плоскости. Это связь идеальна или нет? Ну если плоскость абсолютно твердая, то да. Кажется, не так, если она не абсолютно твердая, если она абсолютно гладкая, тогда нет трения, так и сила реакции всегда будет ортогональна этой плоскости. Правильно? Вот эта сила реакции, как бы мы не перемещались по плоскости, она будет выполнять нулевую работу. То есть отсутствие сил трения приводит к тому, что реакция плоскости на материальную точку, она идеальна. А наличие трения уже разрушает идеальность этой связи и приводит к тому, что нам надо уметь устанавливать связь, уметь устанавливать какое-то соотношение между силой трения и силой реакции. Второй принцип. Принцип Даламбера Лагрант. А можно попросить микрофончик выключить, а то посторонние шумы. Вот сейчас мы сформулируем принцип Даламбера Лагранжа в такой форме. Я вот дальше, когда буду давать вывод уравнений Лагранжа, я буду рассматривать случай приведенной массы. То есть вот здесь я поступил таким образом. Я второй закон Ньютона векторной форме переписал так, что у меня сила здесь приведенная. То есть это не очень удачные обозначения. Вот эти F здесь обозначают именно активные силы, действующие на соответствующие точки. F большое это вектор триэнмерный, где каждая сила, действующая на эту точку, поделена на массу этой точки. Вот второй закон Ньютона в такой форме будем использовать. Принцип Даламбера звучит следующим образом. Почему двойное название? По той простой причине, что Даламбер это были работы его сороковых годов восемнадцатого века. Лагранж несколько позже к этому подошел. Даламбер в принципе отрицал понятие механической силы, он там как-то старался обойти это дело. Ну и вот формулировка, которая наверное очень близка к тому, как Лагранж в своем трактате это формулировал, звучит следующим образом. Для того, чтобы ускорение точек удовлетворяли второму закону Ньютона, вот тут важные такие сразу условия, в инерциальной системе отсчета под действием активных сил именно они здесь выписаны и при наличии идеальных двусторонних связей необходимо и достаточно выполнение общего уравнения динамики. Вот оно. То есть скалярное произведение разности R2 точки и F на виртуальное перемещение, на любое виртуальное перемещение, это очень важно, не на какое-то одно с трудом найденное, а на любое виртуальное перемещение равно нулю. Вот это основное уравнение динамики и вот это класс механических систем, для которых мы будем сейчас получать уравнение Лаграндзе. То есть выбрана инерциальная система отсчета, которая и там находится система, нагруженная идеальными двусторонними связями. Ну вот я доказательства этого принципа здесь приводить не буду, оно в любом учебнике есть, ну как бы необходимость сразу вот следует, смотрите, если я применяю принцип освобождаемости от связей, то он приведет к тому, что мне в правую часть надо добавить силы реакции, правильно? Ну тогда если я скалярно умножу обе части вот второго закона на виртуальное перемещение, то учитывая, что связи идеальные, у меня R скалярно на дельта R маленькая будет равно нулю. И тогда останется вот то, что написано в принципе. Ну а достаточность вот как раз можно доказать там разными способами, в том числе и методом неопределенных множителей Лагранжа. и вот таким образом у нас с вами есть два принципа и давайте с их помощью сейчас получим собственно говоря сами уравнения движения в обобщенных координатах для вот указанного выше класса систем. С чего все начинается? Начинается с того, что нам надо понять, как в обобщенных координатах будут записываться силовые функции. Для этого проще всего поступить следующим образом. Надо рассмотреть, как выглядит элементарная работа дельта А большое на произвольном виртуальном перемещении, то есть на том перемещении системы, которая не разрушает наши связи в первом приближении, сохраняя их. Вот выражение для элементарной работы. F здесь исключительно активные силы. Дельта R, пометуя о том, что R и Q связаны с соответствующим уравнениями параметризации для виртуальных связей, у нас дельта R выражается как DR под EQ. Это векторная запись некой матрицы. не квадратной вообще-то говоря, и умножить на векторный дифференциал обобщенных координат. То есть здесь вектор умножается на матрицу и опять на вектор. Происведение матриц ассоциативно, поэтому скобочки я могу поменять и получить вот такую дифференциальную форму для элементарной работы, но уже записанную через дифференциалы обобщенных координат. Коэффициенты, стоящие перед этими дифференциалами, естественно, называть обобщенными силами. То есть выражение для обобщенных сил имеет вот такой вид. Сюда понятно выражение для F надо подставить вместо R обобщенные координаты, но и здесь тоже выполнить соответствующую подстановку, и тогда мы получим выражение для Q в виде функции от времени, ну и вообще-то говоря, обобщенных координат и обобщенных скоростей. Вот теперь... Насколько важно, чтобы координаты были обобщенными? Значит, само понятие обобщенной координаты говорит о том, что... Почему слово обобщенное? Потому что по размерности вот эти величины, которые мы вводим в качестве параметров, задающих однозначно положение нашей системы, они по размерности не обязаны иметь размерность длины. Ну вот пример с угловой координатой. Это безразмерная координата. Просто Декартовы координаты по своему физическому смыслу это координаты с величиной, имеющей размерность длины. Сам термин обобщенный говорит о том, что мы каким-то образом вводим новые переменные, размерности которых вообще-то говоря могут быть произвольными. Вот как надо понимать здесь это слово обобщенное. Я просто вспомню, что на предыдущих лекциях вы говорили что-то про связи, которые обобщенные включены уже в мороженое. Правильно. Мы вводим обобщенные координаты таким образом их вводим, что они уже в себе грубо говоря содержат уравнение связи. Это приводит к тому, что теперь компоненты вектора обобщенных координат являются полноценными независимыми переменными. Это означает, что мы можем зафиксировать любой набор обобщенных координат, а остальные незафиксированные менять произвольно. В декартовом случае при наличии связи мы так делать не можем. Пример с маятником сразу это показывает. Стоит нам поменять х координату, как уравнение связи потребует сразу же поменять у координат. В обобщенных координатах они действительно независимы, могут меняться независимо друг от друга. Здесь несколько чисто технических таких моментов, которые облегчат вывод уравнений. Ну вот обычная наша декартова скорость это полная производная радиус вектора. Учитывая, что у нас есть параметризация, тогда это мы можем записать в такой форме. И нам в процессе вывода потребуется получить частную производную декартовой скорости по обобщенным скоростям. Из этой записи видно, что dv по dq с точкой это то же самое, что dr по dq. Следующее соображение. Если я теперь рассматриваю произведение v с точкой на dr по dq, то есть формально, вот это у меня что такое? Это матрица якоби, связанная с переходом от декартовых к обобщенным координатам, а это у меня вектор декартовой скорости. Вот если я вычисляю это произведение, то по правилу Лебница я могу его заменить разностью двух таких выражений. Правильно? Ну давайте вот последовательно разберем то, что тут в скобочках стоит. Давайте вот в первой скобке v на dr по dq. Но dr по dq это dv по dq с точкой. Значит здесь написано v умножается как матрично, не скалярно, а матрично, потому что здесь правый множитель это матрица, dv по dq с точкой. Но это то же самое, что взять и вычислить производную от v квадрат пополам по dq с точкой. А v квадрат пополам это величина, которая нам уже встречалась в первой лекции, так называемая приведенная кинетическая энергия, то есть кинетическая энергия системы на единицу массы. Поскольку вот мы изначально второй закон Ньютона записали в приведенной форме. Следующий момент, вот эту вторую скобочку рассмотрим, точнее ее производную. Значит, dr по dq полная производная от этого это то же самое, меняем порядок дифференцирования, dr r с точкой по dq, но r с точкой это v это dv по dq, и тогда второе слагаемое в пункте 3, оно превращается в выражение dt с волной по dq. Ну и теперь уже все готово для того, чтобы получить уравнение Лагранжа. Берем принцип Даламбера, вот он записан, так, и переписываем его в обобщенных координатах. Что такое r две точки? Это очевидно теперь будет v с точкой, так, а когда мы перейдем в обобщенные координаты, то это будет v с точкой умножить на dr по dq, так, ну вот то, что у нас здесь вот было с вами, извиняюсь, лишний раз нажал, вот он, так, и вот эту штуку мы с вами раскрутили, первая скобка дала нам вот это, вторая скобка дала нам вот это, ну и в результате вот что мы получаем, то есть теперь принцип Даламбера Лагранжа записывается в такой форме, то есть вот это выражение уже в обобщенных координатах, оно нам уже встречалось, да, здесь вот волну не мешало бы дописать пока, хотя нет, хотя волну уже здесь писать необязательно, значит, где это нам встречалось, так выглядят компоненты вектора ускорения в криволинейных координатах, но действительно обобщенные координаты это наши криволинейные координаты, введенные определенным образом, так, значит, вот это не что иное, как ускорение точек нашей системы, записанное в этих новых криволинейных координатах, это виртуальное перемещение, ну и собственно говоря, это не что иное, как запись принципа Даламбера Лагранжа уже в обобщенных координатах, ну и теперь надо воспользоваться ключевым словом, на любых виртуальных перемещениях вот эта штука должна выполняться, поскольку это DQ любое приращение, то из этого автоматически мы сразу получаем уравнение Лагранжа второго рода, то есть другими словами, если вы хотите составить уравнение движения в обобщенных координатах, вам надо в этих обобщенных координатах записать выражение кинетической энергии, записать выражение для обобщенных сил, дальше к кинетической энергии применить так называемый оператор Лагранжа, вот он тут выписан, T в этом случае будет формально выглядеть как функция зависящая от времени, от обобщенных координат, от обобщенных скоростей, поэтому вот эти частные производные мы будем вычислять, считая, что Q и Q с точкой это независимые наборы символов, ну и вот здесь это векторная запись из N дифференциальных уравнений, сейчас мы структуру этих уравнений проясним, но вначале одно очень важное замечание, это случай, когда активные силы потенциальны, вот определение, значит, силу Q назовем потенциальной, если существует такая скалярная функция P, зависящая, вообще-то говоря, от времени и от координат обобщенных, такая, что вектор Q это минус градиент P по обобщенным координатам. Очень легко, как бы, чисто из физических соображений, понять, какие силы потенциальные, а какие нет. Ну, например, силы, которые зависят исключительно от координат, например, вот гравитационная сила, да, или, допустим, сила упругости, упругой деформации пружины, это будут потенциальные силы. А вот силы, которые зависят еще и от скоростей, не обязательно как бы целиком от вектора скорости, например, сила сухого трения, она зависит от направления вектора скорости, но, тем не менее, от скорости зависит, да, потянем точку в другую сторону и сила поменяет свое направление, сила трения, то такие силы уже не будут потенциальны. Есть класс обобщенно потенциальных сил, вот здесь дано их формальное определение, сейчас я приведу некоторые примеры. Для нас главное следующее, если активные силы потенциальные либо обобщенные потенциальные, тогда уравнение Лагранжа может быть записано в такой более компактной форме. Мы введем функцию Лагранжа, которая есть разность между кинетической и потенциальной энергией системы, либо кинетической и обобщенной потенциальной энергией, и тогда уравнение Лагранжа выглядит вот таким вот образом вот если вы кстати возьмете первый том ландавшица который называется классическая механика да и откроете то вы увидите что самого начала авторы говорят а вот введем функцию лагранжи вот такую чем тут удобство чисто техническое в ньютоновом случае нам приходилось работать с вектором внешних сил а в лагранжевом случае случае потенциальных сил нам достаточно иметь одну единственную функцию лагранжа и в нее фактически зашита вся информация о динамике систем как ее выковырять оттуда вот так надо помощью функции лагранжа составить уравнение лагранжа а потом их проинтегрировать вот тогда мы и получим информацию о динамике систем примеры да какой вот я не очень понимаю что имеется ввиду часто производная по курс точкой я только что это объяснил смотрите формально у нас кинетическая энергия после перехода к обобщенным координатам будет зависеть ну вот давайте так в декартовых координатах кинетическая энергия это функция от скоростей причем квадратичная функция правильно когда мы делаем замену у нас теперь декартовые скорости будут заменяться на обобщенные скорости но обобщенные скорости зависят не только от q с точкой но также и от координат то есть другими словами эта зависимость говорит о том какой какой точке многообразия мы все это выполнять мы все это дело поскольку наша криволинейная система координат она так сказать меня меняет свою топологию переходя из одной точки многообразия в другую то есть у нас теперь функция t она формально выступает как функция трех наборов переменных от времени если связи реаномны от координат и от обобщенных координат это обобщенных скоростей все обобщенные скорости обозначаются значками q и т с точкой вот мы мы по этим значкам выполняем формальную процедуру дифференцировать вот и все то есть вот эта запись понимается именно таким образом то есть мы берем формально функцию l она зависит там от t q и т с точкой и дифференцируем вот здесь потеряно дельта да здесь потеряно изменять здесь значит будет дифференцирование функции l по координатам то есть по тем букв очкам которые просто обозначены q1 q2 q3 а здесь дифференцирование по обобщенным скоростям по тем букв очкам которые обозначены q1 с точкой q2 с точкой и так далее вот и все это просто просто вот такая запись да здесь мы как бы на минутку забываем что на самом деле обобщенные скорости они не являются в полном смысле независимыми переменными они всегда определяются обобщенными координатами физически и математически строго это так но вот в этой записи мы понимаем это так что у нас обобщенные компоненты вектора обобщенной скорости они сами по себе могут выступать в роли независимых переменных поэтому по ним можно выполнять процедуру дифференцирования так ну вот два там вот я понимаю что это одно и то же что мы написали бы d в степени nl деленный на d1 dq1 dq2 dq3 ну да это частное то есть на же какой-то вектор ну да да ну то есть я здесь везде вот видите пользуюсь векторной нотации то есть когда у меня вычисляется производная по вектору то фактически это означает следующее я беру функцию многих переменных и для этой функции строю вектор ее всех частных производных по компонентам по моим всем переменным которые составляют вектор этих перемен ну точно так же как мы вычисляем градиент скалярной функции что мы делаем мы берем скалярную функцию там от трех координат последовательно дифференцируем по 1 по 2 по 3 получаем три скалярных величины из них формируем новый вектор вот здесь то же самое это запись обозначает окей спасибо ничего два примера значит силы которые линейные по координатам но имеется ввиду по обобщенным координатам да то есть q большое вектор обобщенных сил связан с q маленьким с помощью симметричной матрицы но тогда потенциальную функцию да тут минус потерялся это минус 1 2 от такой квадратичной формы где а это даже вот наша эта матрица а вот пример силы которая линейно по скоростям если матрица гамма связывающая между собой силу и обобщенную скорость косо симметрическая то тогда можно ввести обобщенный потенциал вот он так вот устроен это пример гироскопической силы очевидно что у гироскопической силы мощность всегда равна нулю в силу косой симметрии вот у нас всегда мощность будет равна нулю так ну и вот у нас тут осталось еще времени как раз только чтобы обсудить свойства уравнение лагранжа то есть какие бонусы какие преференции мы получаем когда от ньютоново ньютоновой формы записи уравнений движения переходим к лагранжевой форме записи ну во первых первое важное свойство это кавариантность мы уже это обсуждали на первой лекции что такое кавариантность и чем это отличается от инвариантности напомним кавариантность уравнений это значит сохранение формы уравнений при произвольной замене координат ну вот вы уже там выполняли задания связанные с обобщенными координатами вы видели что в обобщенных координатах но например если мы от декартовых перейдем к полярным координатам так то у нас ускорение в этом случае будет формально зависеть не только от второй производной этих полярных координат но также и от первой производной и от самих этих координат и отсюда понятно что в правой в левой части уравнений ньютона полярных координатах там уже будет стоять какое-то выражение зависящее от рофи от их производных и от их вторых производных и тем самым мы изначально в декартовых координатах имели систему уравнений так называемой нормальной форме каши то есть когда старшие производные были явно выражены через все остальное а в новых полярных координатах эта форма изменилась теперь это не есть нормальная форма каши вот с лагранжевыми уравнениями такого никогда не произойдет если мы от одних обобщенных координат перейдем понятно с помощью однозначного преобразования так взаимно обратного к новым обобщенным другим каким-то обобщенным координатам то форма уравнений останется точно такой же в этом и идея к вариантности уравнений движения калибровочная инвариантность это свойство которое означает следующее что мы можем каким-то образом преобразовать функцию лагранжа упростить или усложнить но при этом сами уравнения это преобразование не заметят вот отсюда и это инвариантность значит вот тут показаны три примера этой этих преобразований то есть если я функцию лагранжа умножаю на какую-то константу то соответственно в силу однородности уравнений лагранжа надо их показать еще раз вот они вот они уравнения лагранжа они однородны то есть если l умножаю на одно и то же число то очевидно и вот это производная умножится на это же число и вот это производная умножится на это же число я автоматически как бы здесь получу те же самые уровни если я функции лагранжа прибавлю какую-то константу то мои уравнения не заметит более того более того если я добавлю не просто константу а добавлю какую-то полную производную от некоторой функции зависящие от времени координат то уравнение движения тоже этого не заметит это проверяется непосредственно прямой подстановкой вот эта калибровочная инвариантность говорит о том что функция лагранжа единственная для данной механической системы существует целый класс функции лагранжа вот и мы можем выбирать любую ну конечно желательно ту которая попроще устроена и тогда из нее выписывать соответствующие уравнения движения они это не заметят теперь третье свойство это структура кинетической энергии механической системы записанной в обобщенных координатах но в общем нетрудно понять что поскольку в декартовых координатах кинетическая энергия представляет собой положительно определенную квадратичную форму от скоростей декартовых то после соответствующей замены поскольку декартовой скорости через обобщенные скорости выражается уже более сложно но все равно линейным образом по обобщенным скоростям то у нас кинетическая энергия может быть представлена в виде суммы трех форм разных порядков или степеней квадратичной формы линейной формы и нуль формы то есть здесь вот речь идет о том что в слагаемом t0 q с точкой вообще не входит сюда она входит в первой степени сюда входит во второй степени если связи стационарной здесь тоже опечатка то t1 пропадает то есть остается только t2 и t0 я подправлю после лекции выложу уже как бы исправленные версии слайдов к лекции вот это важный очень момент он говорит о том что вообще-то говоря квадратичная форма генетической энергии нашей механической системы в декартовых координатах перейдет в квадратичную функцию это уже не форма да это уже функция но степень ее максимальная по-прежнему 20 это квадратичная функция вот теперь мы приходим к понятию натуральности механической системы механическая система называется натуральной вот тут смотрите два определения я привожу по маркееву и по журавлеву это как раз авторы тех учебников которые вам рекомендованы так вот по маркееву натуральность понимается так что функцию лагранжа мы можем представить в виде разности кинетической потенциальной энергии а по журавлеву кинетическую энергию натуральной системы мы всегда можем представить виде вот такой квадратичной функции но на самом деле можно показать что вот эти два определения они в некотором смысле эквивалентны но при этом хочу отметить что допустим в релятивистской механике уже функция лагранжа не имеет таких представлений то есть нельзя ее просто представить виде суммы трех однородных форм и отсюда следует что в релятивистской механике система уже не является натуральной что гарантирует нам натуральность механической системы она гарантирует очень важный момент давайте это вот сейчас мы и обсудим натуральность гарантирует следующее что если исходная наша система в декартовых координатах имела кинетическую энергию в виде положительно определенной квадратичной формы то если мы правильно ввели обобщенные координаты в обобщенных координатах вот это вот слагаемая т2 это уже будет функция от обобщенных координат и обобщенных скоростей она будет по-прежнему положительно определенной квадратичной формой ну понятно уже от обобщенных скоростей что это нам гарантирует это гарантирует то что матрица этой положительно определенной квадратичной формы является не вырождены вот а значит уравнение лагранжа который на самом деле является системой уравнений второго порядка каждое уравнение для каждой координаты обобщенной это уравнение второго порядка относительно этих координат натуральность и невырожденность гарантирует то что старшие производные всегда могут быть разрешены относительно других переменных входящих уровней а тем самым мы всегда натуральную механическую систему можем записать нормальной форме каши ну что это нам дает а дает то что теперь к уравнением лагранжа натуральной механической системы можно применить теорему существования единственности ну у вас кстати в курсе дефуров уже была эта теорема или это за да да было да но иногда я называть теоремой пекара линделев она говорит что если правые части там удовлетворяют условию липшица ну то есть в нашем понимании они гладко зависят от своих аргументов то для любого начального условия система в нормальной форме каши имеет единственную интегральную кривую проходящую через это условие а это что такое мы получили это не что иное как математический способ реализации принципа детерминизма ньютона если в начальный момент времени мы знаем начальные координаты и начальной скорости точек механической системы то вуаля мы имеем единственную детерминированную траекторию движения ну и последняя это чисто уже техническая часть как формально составляются уравнения лагранжа шаг номер раз определяем число степеней свободы вот тут я привел некую формулу здесь n это число материальных точек системы l число стержней а т число твердых тел к это число независимых связей вот n это число степеней свободы вводим соответствующий н мерный вектор обобщенных координат с помощью которого поскольку все связи у нас геометрические декартов и координаты однозначно выражаются через обобщенные координаты записываем как выражается вектор декартовых скоростей через обобщенные координаты и обобщенные скорости записываем теперь как выражается кинетическая энергия через новые переменные после этого записываем как выражается вектор обобщенных сил или потенциальная функция или обобщенная потенциальная. Ну и, наконец, мы имеем всю информацию для того, чтобы записать сами уравнения. Вот придерживаясь этой схемы, почему он называется алгранжев-формализм? Потому что это фактически алгоритм. Выполняя последовательность этих шагов, мы всегда придем к правильным уравнениям движения. Правильным в том смысле, что мы правильно ввели обобщенные координаты ну и проверить эту правильность можно всегда легко. Если вы получили уравнение лагранжа вот для введенных в ад обобщенных координат и вы можете старшие производные Q2 отсюда выразить через все остальное, то вы все правильно сделали. Если не можете, значит вы неправильно ввели обобщенные координаты. То есть у вас некоторые из координат оказались связаны между собой и тем самым они в полном смысле этого слова не являются независимыми. Ну вот я фактически уложился в отведенное мне время. У нас есть там несколько минут готов ответить на вопросы. У нас же L это функция из какого-то вектора в R1, правильно? Это функция у нас не просто из вектора, это функция из фазового пространства. То есть мы берем координаты нашей системы, мы берем их скорость и берем момент времени. То есть это так называемое расширенное фазовое пространство. Подставляем это все в нашу функцию, получаем число. То есть это из какого-то Rn в R1? Ну, правильнее сказать было не из Rn, а из R в степени 2n плюс 1 в R. И это функция гладкая. Ну, по крайней мере, смотрите, нам же приходится ее дифференцировать вот здесь, да? Причем вот здесь дважды. По крайней мере, второго порядка гладкости от своих переменных. Здесь опять у меня частная производная потерялась, но я исправлю. То есть вот, вот эта функция. То есть это скалярная функция, определенная на расширенном фазовом пространстве. И в чем вопрос? В этом и был вопрос, да? Да, да. Хотел очнить. Да. Так, еще вопросы. Так, ну, я благодарен за то, что, так сказать, вы посетили мою лекцию, но я видеозапись ее выложу, ну, а на сим, ну, исправленную презентацию тоже, кстати, она уже там лежала, ну, вот я ее подправлю, мелкие опечатки уберу, вот, ну, если больше вопросов нет, тогда вот на сим разрешите откланяться и встретимся через неделю. Спасибо, до свидания. До свидания. Всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok